Регистрируясь в европейском аэропорту, пассажиры будут предоставлять о себе информацию, которую в течение полугода сможет воспользоваться полиция любой из стран ЕС. По просьбе Франции, пережившей недавно теракты, создание такого реестра одобрил в четверг в Брюсселе комитет по гражданским свободам Европарламента. Британский депутат-консерватор считает, что эта мера позволит отслеживать перемещение подозрительных лиц. «Это даст немного больше информации о планах путешественника. Собирается ли он посетить одно место или несколько мест», — сказал Тимоти Киркхоп. «Нет задачи завести досье на человека, содержащее сведения о его личности, но можно будет увидеть картину его типичных действий и перемещений. Это ключевой элемент хорошей разведки». Ранее большинство депутатов усматривали в такой мере вмешательство в частную сферу. Глава неправительственного органа, следящего за сохранностью данных граждан, призывает лучше использовать уже имеющиеся антитеррористические ресурсы. «Мы начали 30 лет назад с запуска шенгенской информационной системы. Затем у нас появился Интерпол. Если честно, не все эти платформы принесли желаемые результаты. Другие только начинают это делать», — сказал Джованни Бутарелли. «Но нам нужны средства предотвращения терактов уже сегодня. Нет смысла создавать новое ведомство, которое как следует заработать неизвестно когда. Лучше развивать выборочные проекты». Под такими конкретными проектами подразумевается в частности оценка уровня террористической опасности в стране, из которой прибыл в Европу пассажир.